Надеюсь, вы все без потерь пережили шашлык Акалипс, который был на прошлой и позапрошлой неделе. И, как вы можете наблюдать, погодка сейчас становится все лучше и лучше. А это говорит о том, что народ сейчас будет отправляться в разные путешествия, хоть это не очень, грубо говоря, возможно сейчас. И сами понимаете, что это не всегда достаточно безопасно. Но в связи с этим, так как народ сейчас начинает повсюду гонять, я хотел бы вам напомнить о магазине Skiff Music, где вы можете найти вот такую вот, например, тревел-гитару. Я вам ее уже показывал, этот инструмент, ну вы видите, он у меня в руках просто очень маленьких размеров. Ну и для того, чтобы взять ее с собой в поездку, место, как вы понимаете, для нее освобождать много не понадобится. Ну а еще напомню то, что Skiff Music ежемесячно проводит розыгрыши музыкальных инструментов. И в этом месяце они разыгрывают гитару от компании Fernandes 1989 года выпуска. Для того, чтобы участвовать в розыгрыше, вам достаточно сделать покупку всего на 1000 рублей, и номер вашего заказа будет вашим лотерейным билетом. Естественно, количество таких лотерейных билетов не ограничено. А по промокоду Hellscream вы можете получить в магазине очень приятную скидочку. Ссылочку на отдел, где вы сможете найти вот эти вот тревел-инструменты, я вам оставлю в описании, да и, собственно, на сам магазин тоже. Всем привет, с вами Лео, и вы на канале Hellscream Academy. К вопросу об этой вот маленькой гитарке, если вы не видели обзор на нее, посмотрите его обязательно на моем влоговом канале. А сегодня мы с вами по вашим многочисленным просьбам начнем смотреть первый сезон шоу «Маска», который проходил, по-моему, год назад, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, что это вообще первый сезон, может быть, это второй сезон, но, по-моему, все-таки первый. Вот, смотреть мы с вами будем такими пачками, наверное, где-то по какому-то количеству выступлений, чтобы, ну, не повторялись участники. Точно так же, таким же образом постепенно посмотрим весь сезон. Я сначала хотел скомбинировать, типа, выбывших участников посмотреть пачку, потом еще пачку посмотреть, и потом цельно смотреть выступления финалистов. Ну, типа, все 10, сколько, 9 выступлений у них, получается, я смотрел сетку, но решил, что так не очень как-то удобно, что ли, будет именно в плане разнообразия аранжировок и исполнения в самих выпусках. То есть мы будем смотреть с вами одного и того же артиста, и как-то это может, грубо говоря, надоесть. А так у нас с вами будет какое-то разнообразие. Ну, а теперь давайте метнемся на канал Маски на Ютубе, точнее, это канал НТВ, и начнем смотреть с вами прямо с самого низа. Потому что, если честно, я помню, что там была Долина, и это все, что я помню о первом сезоне. Вот вообще, я больше не видел выступлений, и, если не ошибаюсь, оно вообще как-то у меня перемешалось с выступлением Долиной, с вокалисткой Тату, где они пели кавер на... Нас не догонят, по-моему, что ли, или что-то такое. И почему они у меня как-то в голове оказались, как будто это было в Маске, не знаю. Может быть, какой-то глюк. Вот. Я, кстати, не помню... Я помню, что она там была, но не помню, в каком костюме. Так что, для меня это будет сюрпризом. Хотя, может быть, я, кстати, ее узнаю по голосу, потому что не узнать Долину нужно реально постараться. Так, поехали. Шоу-маска, мороженое, светофор. Эти костюмы, конечно, я не могу. Она... Очень плотненько, такой баритональный, прям... Вибрато прям... Но здесь, кстати, обработки реально меньше, мне кажется, на голосе, чем вот в последнем сезоне, то, что мы с вами смотрели. Ну, вот, кстати, по звуку реально плотненько, ровненько так звучит все. Надо смотреть другие выступления, чтобы понять, что человек может. Сейчас, вот, знаете, первое впечатление, вообще непонятно, что там может быть на самом деле. Но прям такой, прям голос объемный-объемный такой. Это для меня вообще, знаете, вот нашу эстраду угадывать при условии того, что я, как бы, с ней не знаком, потому что прожженный металлист. Мне это вообще интересно, потому что я, как бы, знаю, слышал какие-то имена, но совершенно не знаком с их творчеством. Вот, совершенно. Да, то есть, как бы, они там какие-то ковера сейчас вот на маске поют, но... Все равно... Для меня это, знаете, как будто я куда-то в другой мир заглядываю. Брикотки! 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 Не, позитивненько, позитивненько. Так, лев-чандалир. Ммм... Вот это... Огонь костюм, какой клёвый! Вибрато какое прикольное Прям ровненько, ровненько так При этом смык вот эти а-а-ау, если прислушаться, прям очень круто А вот здесь, мне кажется, немножко объема не хватает Слишком мягко по сравнению с оригиналом, в оригинале прям мощь такая Но звучит очень фирмово Прям очень фирмово Но звучит очень круто При этом это миксливый звук То есть просто я говорю, что не хватает мощности и объема По причине того, что ну как бы звук очень лайтовенький получается Но звучит реально круто Головной Ой, хорошо Переход в грудь Очень Вот заметьте, что прям ровно Вот нету ощущения, что оно сделано Да, то есть Таким немного чернокожим пением отдает даже Вот работа с мягким небом, когда начинается Прям очень прикольно Хороший переход в головной Прям чистенько-чистенько Круто Паук Тулула О, ага Как раз я хотел недавно брата второго присмотреть Не знаю Первого вот буквально недавно, по-моему, по телеку видел Из разряда сидел, что-то обедал и параллельно смотрел Вот, а вот второго саундтрек там, конечно, огонь вообще Ой, нифига Я не знаю, может быть у меня как-то называется арахнофобия Паукофобия, не знаю Но, вот, допустим, я там живу в деревне, да Я вижу там паучка Ну, обычно, как они там называются Вот эти вот с длинными ножками такой аккуратный Да, ну, как бы вообще Мне не возникает никаких эмоций Я там из разряда из дома его выношу на травку То есть на руках прям мне не стрёмно Или вот эти вот, которые более такие плотные Я не знаю, как они называются, короче Да, такие, не знаю, домашние пауки Их два вида я во всяком случае видел Да, то есть тоже выносишь на руке Спокойно, всё нормально Но вот, например, паук во властелине колец Меня прям вызывает какой-то страх Прям вообще кошмар Просто прям аж неприятно прям Да, допустим, вспомнить одну из первых миссий в Скайриме Где там надо какой-то коготь золотой какой-то Где-то в пещерах забрать И одного чела там распутать из паутины И на тебя выпрыгивает паук Даже там это напугало просто Не знаю, как это называется Когда у меня к обычным нормальным паукам всё норма Когда я вижу вот что-то такое большое Меня прям это крепует слегка Хорошо Не могу пошелыть Или ни рукой, ни головой Ни ещё там восьмью ногами Ну реально вообще обработки нет почти на звуке Прям хорошо Ну вот реально, вот то, что вы писали в комментариях То, что гораздо меньше обработки на голосах Реально так прям Заметьте, вот именно голос слышно Это вам не заяц, который просто вот так вот Что-то там просто, ну Или там Бузова, кто там в Розовой Пантере был Тоже там всё нарисовано вообще Это очень круто звучит Ну вот с точки зрения первого выступления, конечно, прикольно Так, мне кажется, эта песня не проканала бы Для дальнейших каких-то моментов Но немножко не хватает какой-то, знаете, такой лайтовой истеричной подачи в припевах Потому что и вот этот ла-ла-ла-ха в конце, которое было, да Прям чуть-чуть не хватает Ну, реально, совершенно другое впечатление от услышанного, грубо говоря Не увиденного, а услышанного Потому что второй сезон как-то прям местами прям слишком нарисован был Какая дерзкая яичница Че? Яйцо? Что? Че? Это кто-то очень весёлый Костюм просто Это сковородка Ну, это так, чисто вот спето Как просто-просто вот спето Сосиски! Такие костюмы, когда, например, они начинают петь что-то очень крутое Они, конечно, очень необычно смотрятся, да То есть, паук он стрёмный, да А яичница весёлая, которая там будет что-то серьёзное круто петь Прям Огонь Мясо Но здесь, да, вот, с точки зрения того, что это первое выступление Они как будто специально делают такие, знаете, вот, ну, просто выступления Они круто сделаны, но нету такого, что вот, как там, да, у Неваляшки, там, какое-то второе или третье выступление было Когда он просто там, как-то все такие, типа, что-то Да, здесь вот оно просто, знаете, как первое появление Это просто такая кислота Первый раз Не, костюм, да, огонь вообще Так, робот Хабанера Интересненько Ну какой это робот, это хищник Ну какой это робот, это хищник, причем перемешанный с каким-нибудь, как его звали-то, Сайрексом, и там второй был еще, из Мортал Комбата, короче Ну это точно не робот, вот 100% это не робот, это хищник Потому что даже вот, ну, а, ну тут не видно у меня, у меня там маска хищника лежит, то есть если ее показать, ну это, ну как бы это не робот Я же говорил, Ксюша Собчак А, да не, Анна Недзевка Макеева Настя Макеева Очень круто К вопросу об обработке, какая обработка, о чем вы? Куда ей вздумалось летит Что-то у постановщика беда какая-то с пониманием, это как народ в комментариях путает хищника и чужого Как можно хищника с чужим перепутать, я не понимаю Чистенько, да, реально Это какой-то, знаете, как мим-шоу такое получается Это человек, который именно в этом жанре поет А может быть наоборот, не поет, и мы первый раз слышим это Ну, не знаю, насчет поет, не поет в этом жанре, я думаю, что как раз и имеет А они просто не знают, потому что, ну как бы Не интересуются Не, реально, вообще огонь То есть здесь вообще не о чем говорить, потому что очень хорошая академическая позиция, прям четенькая Резонанс очень прям яркий везде Движение, конечно, прям Ой, хорошо Ну, тут вообще без вопросов Не вижу смысла даже что-то комментировать Попугай Ламбада Костюм огонь Я бы в таком доме гонял Ну, реально, с удовольствием смотрятся вот эти вот Оно, реально, голоса Не компуктер, да, там нарисованное все Не, это не робот, это хищник, сто процентов Произношение, я говорю, какое хорошее Носитель языка, видимо Я имею в виду, в смысле, тот, кто говорит на тему произношения Очень круто звучит Видите, да, то есть спокойное и плотное очень звучание Нет вот этого, знаете, какого-то уныния Но костюм реально огонь Вот оно, знаете, просто слушается в данном случае Вот просто как должно слушаться Нету Чего-то такого, что Ты слушаешь и думаешь Чего-то это не отсюда, по-моему Не, реально, с удовольствием прям Ну а теперь я хочу вам напомнить То, что в данный момент Совместно с компанией Soyuz Microphones и APS Мы проводим огромный Самый масштабный за историю канала Розыгрыш И разыгрываем их топовый Флагманский ламповый микрофон Soyuz 017 Tube И пару студийных мониторов Таких же, вот как у меня Здесь вот стоят Это очень качественный монитор Я ими пользуюсь уже, наверное, где-то полгода И это прям лучшее, что я, в принципе, слышал А в конкурсе, в принципе, может участвовать каждый Потому что там надо подписаться на два паблика На канал в YouTube Сделать репост и написать комментарий Все Поэтому переходите по ссылочке в описании Найдете там с конкурсом И выполняйте условия Потому что, ну, микрофон очень дорогой Мониторы тоже очень дорогие И они дорогие не просто так Это очень качественное оборудование Ну и теперь давайте смотреть дальше У нас с вами тут олень Танцы на стеклах Тучи на Титанике Что? Ой, как красиво Это женская И это не Гаусян Глубокий звук Не, ровненько, ровненько прям Слышно сейчас печально Вот так вот спета немножко глубже Строю этот мост Чтобы не упал Долина Долина Да, вот Прям Вот, вот это сто процентов Долина Вот Вот это вот спуск Слышно было ее тембр там Танцы на стеклах Танцы не для слабых Да Она просто записана Вот этот proximity эффект Когда близко к микрофону Да Слышно прям Близко звук И он из этого такой глубокий Прям получается Танцы на стеклу Сто процентов, да Сто процентов Сто процентов Ну здесь Долина, мне кажется Должна была быть Мне кто-то писал то Что она там была Типа вне конкурса Она реально просто должна Чисто параллельно идти И взрывать Потому что А, ну Но это слышно сразу Нет, Долина это просто космос Нет, вообще даже смысла комментировать нет Но у нее еще голос такой мощный Что как ее не обрабатывать Ты все равно узнаешь Что это она Просто Как не обрабатывай По-любому узнаешь Это Ну вот Я думаю вы заметили Что просто сразу же понятно Что это она Если вы просто Долину Хотя бы один раз слышали Вот один раз Достаточно ее услышать Сто процентов Узнали бы здесь ее Туча на Титанике Мне интересно посмотреть Как выглядит костюм Тучи Нет, не надо слов Потому что рядового кучу Мы с вами уже видели Не надо паники Это вообще огонь На Титанике Вот и вся любовь Это просто Рейден Короче из Мортал Комбата Или грибок Такой Подосидовик Ну это после Олени Конечно Но все равно Спе-то круто Ну вот Единственное что Большинство эстрадников Наших звучат Очень одинаково Кого не слушают Прямо самые такие топовые Да там слышно Разница А вот обычные Вот Я их очень сильно Можно путать По голосам Потому что очень похоже Звучат Ну вы слышите Да То есть они там Перечисляют список А в предыдущем Видосе Они сразу же Практически поняли Что это Долина Потому что ну Ну здесь прям Спокойненько Так спе-то все Но костюм Нормальный такой И композиция такая Тоже Вот как я говорил Открытие Старт шоу Типа Необычный конечно Звучит Дальше у нас Начинается тут Панда Пэрфект Поехали Смотрим Нормальный костюм Хорошо Хорошо Звучит Мелизматика Прям вот Заметьте Что тембр Ровный Такой прям Мне нравится Вот этот у него В голосе Тембр Такой как будто Вторая нота Звучит Параллельно Прям такой Зzzзззззззззгаккуатненько прям Ну у него конечно если этот Топалов, у него в принципе уровень очень хороший Она когда так улыбается на королеву драконов похоже Мать драконов Ну звучит прям Ну приятненько, очень приятненько звучит Тут в принципе даже не хочется Что-то опять же комментировать Потому что Ну Реально очень круто У нас получается вот остались Волк, поехали Секс-бомб О, костюм, по викингу прям Звук объемный какой Манера Немного Прикольная аранжировка Такая необычная Но костюм клевый Реально Но я так понял, что там женщина Внутри Да, сто процентов Песня Ну типа ниже И мощнее должна быть Бабка просто Огонь вообще Нормально вообще Не, ну это Откуда это Негрозижному централу прикол Или откуда там вот такое было Не, это прям Хорошо Шапокляк, конечно Или как она там называлась Забыл уже Мелкий еще пока Не смотрит Тебурашку Поэтому Я пока не Не вспоминал Мне это еще предстоит Так Хмелеон Зацепила При слове Зацепила Я могу вспомнить Только один Старый Добрый Видос Про девочку Которая Шла по грядке Зацепилась И упала Если не видели То просто Наберите Зацепилась Где-нибудь в ютубе И посмотрите Потому что Этот видос Стоит того На костюм, конечно Барон Ящерица Хамелеон Что? В смысле Жириновский Чего? Ха-ха-ха Просто Хопай Жириновский Такой Может я не то Что-то услышал Конечно Но не важно Но уныленько Конечно Уныленько Там какой-то Вокодер Включен Вообще Ничего не понятно По бокам Слышишь какие-то Бэки Бэ-бэ-бэ Такие вот Да И В центре Он как будто Вокодером Обработан Немножко Чтобы голос Не узнать Возможно Кстати Да То что Ведущий Какой-то Потому что Голос хороший Но он не поет Он говорит больше По нотам Прям Ну да Вот Вот Эти вот Тихие звуки Сразу Напоминает Что-то От Ведущих Это же песни Этого Пирожкова Ну в смысле Рева Напишите в комментах Я просто По-моему Оно Ну а теперь Те кто досмотрел До этого места Напишите об этом В комментариях Потому что Сейчас у нас с вами Ежевидосная рубрика Совет дня По вокалу И сегодня мы с вами Поговорим На ту же самую тему Которую я уже поднимал Но именно Почему Лучше всего Заниматься с инструментом Если вокалист Хотя бы Немножко Умеет На чем-то Играть Вот Допустим Там Не знаю Гитара настроена Нет Я давно на ней не играл Допустим Если вы Поете То было бы Желательно уметь Да Хотя бы Чуть Что-то делать На каком-то Другом инструменте Потому что Вы Тогда Понимаете Сколько Времени Вам нужно Потратить На то Чтобы научиться Пользоваться И играть На этом инструменте Даже самые Простые вещи Ну это просто Подсознательно Очень хорошо Работает Вы понимаете Сколько надо Потратить Времени И сколько Нужно заниматься Для того чтобы Научиться играть На инструменте Потому что С вокалом Все обстоит Абсолютно Точно так же Просто у вас Инструмент Вот так вот Встроен Грубо говоря И соответственно То же самое Касается Занятий Например с инструментом Типа там Пианино То есть вы там Например Вы умеете Какие-то клавиши Нажимать Вы знаете Где какие Ноты расположены И тут Как раз Какой момент Вот допустим На гитаре Я там Зажимаю лад Дергаю струну На пианино Нажимаю клавишу Нота звучит То есть Здесь на пианино Нету возможности Ноту не извлечь То есть Ты клавишу Нажимаешь Она звучит Она всегда Четко попадает В ноту Ну если пианино Настроена В данном случае Это миди клавиатура С сэмплами рояля Но Как бы Оно не может Дать кривую ноту С точки зрения гитары Например Ты можешь взять ноту Которая вот просто там Да Должна быть здесь А ты ее берешь Как-нибудь Вот так вот Естественно Ну грубо говоря Ты можешь накосячить При Воспроизведении Ноты То есть Сделать это Не вот так вот А сделать вот так вот Да То есть Криво Либо как-то Вот так вот Она вообще Не сыграет То есть В данном случае Гитара Инструмент Более сложный Чем пианино Именно с точки зрения Воспроизведения Первоначальных звуков Которыми ты Собираешься Играть какое-то Произведение Понятное дело Что и там И там Присутствует Техника Но с гитарой Можно накосячить Гораздо Быстрее Потому что Чуть-чуть Чуть-чуть перетягиваешь Уже мимо На пианино Ты не можешь Грубо говоря Перетянуть ноту То есть Как ни дави Она меняться От этого не будет Она будет Одинаковая Можно конечно Клавешу не додавить То есть Она Допустим Вам нужно сыграть Ноту типа Вот так вот Плотненько А у вас там Получилось что-нибудь Типа Такое Да Это возможно Но с гитарой Здесь такое Как бы может Не проконать То есть Вы можете В двух местах ошибиться Играя Одну ноту То есть На правой На левой руке Но сейчас Мы с вами Не об этом Это просто Как совет Чтобы было Какое-то понимание Почему я вам говорю Там на флейте Например Очень удобно Играть Потому что Это дыхание Развивает На пианино Вы очень близко К тембру Своего голоса Подбираетесь Когда играете Клавиши Потому что Пианино Просто в принципе По тембру Лучше подходит Потому что На гитаре Я вот играю ноту Да Она на пианино Звучит Вот так вот То есть У нее кажется Больше низов Она как будто ниже А нота Голосом Подстраиваться Не стоит Именно тембрально А вот Под пианино Самое то Ну и к вопросу Непосредственно О самом инструменте Почему я об этом Заговорил Если мы с вами Сейчас возьмем Откроем рот И не будем дышать 5-6 секунд Просто Вот так вот Да То есть Не будем ничего шевелить Вот вообще Как будто Все процессы Здесь останавливаем То через Вот эти вот 5-6 секунд Вам на горло Начнет давить Такой воздушный Легкий пузырик Да То есть Вы будете чувствовать Как будто Как будто воздух Пытается выйти И ваша задача Грубо говоря Попробовать Что сделать Значит Несколько этапов Открываем рот Не дышим 5-6 секунд Пытаемся поймать Вот это ощущение Пузырика Да Вот этого Который там Вот внутри Такой образовался И вот С места Вот этого Куда Этот пузырик Грубо говоря Упирается Попытаемся Воспроизвести Ноту Не спеть ее Даже А просто Вот ее так И бросить То есть Пробуем Открываем рот А Именно Прямо Оттуда Чтобы у вас Не было Вот этого Звука Типа Да Вот такого Потому что Таким вот образом Вы сами себя Сразу же Ограничиваете И как раз Во многом Вот это вот Ощущение А Схоже Как раз С нажатием На клавишу С тем Что вы бьете Медиатором По струне Или пальцем Неважно В зависимости От того Как вы играете Потому что Вы четко Знаете Откуда Начинается Звук Ну можете Называть это Источником Звука И именно Если Таким вот Образом Воспроизводить Все что вы Поете Все что вы Говорите Звук станет Гораздо Глубже И интересней У него будет Более насыщенный Тембр Сам по себе Просто попробуйте Таким образом Попрактиковаться Поговорить Вот грубо говоря Гласные звуки Бросая оттуда Прям И вы заметите Огромную разницу А если хотите Получать еще больше Образовательного Контента Ответа на свои Вокальные вопросы И может быть даже Анализы ваших Любимых вокалистов Я имею ввиду Вы скидываете мне видос Я его отсматриваю И точно так же Как вот мы с вами Сегодня маску смотрели Все это дело По кусочкам разбираем Подписывайтесь на меня На патреоне Где подписка Стоит всего 10 долларов В месяц А у вас будет доступ К огромному количеству Уже выложенной туда информации Ссылочка на патреон Есть в описании И соответственно Видосы там выходят Где-то в среднем Раз в неделю Потому что Я читаю комментарии Отвечаю на них Потом Смотрю там Какие-то видосы Вы можете скинуть Свои собственные записи Чтобы я послушал И прокомментировал Сказал что вам стоит поделать Зачем последить Ну и просто Это более такой Непосредственно Образовательный контент А еще не забудьте Подписаться на мой Влоговый канал Где выходят Разные прикольные Технические обзоры И совсем скоро Я буду делать тут Обзор на Такой знаете Вокальный процессор Настольный Который делает Очень прикольные штуки Ссылочка естественно На него тоже есть В описании Ну а теперь Так как видос у нас С вами подошел к концу Не забудьте поставить лайк Этому видосу Подписаться на канал Долбануть в колокольчик Чтобы получать оповещение Написать комментарий И давайте увидимся В среду Покедово Субтитры сделал DimaTorzok